Сочинцев, ветеранов Великой Отечественной войны, в живых, к сожалению, осталось немного. Тем важнее проявить максимум внимания и заботы к каждому из них. Этого потребовало на планерке от своих подчиненных и глава города. Кому необходим ремонт в квартирах, следует помочь. Требуется пройти курс оздоровления в санаториях, и здесь проблем быть не должно. По данным администрации города, на протяжении последних нескольких лет за каждым участником событий 70-летней давности закреплен определенный сотрудник, своего рода куратор. Поэтому помощь ветеранам оказывается адресна. Своевременно и не только в преддверии праздника, говорят соцработники. Вообще, День Победы в этом году в Сочи, как и по всей стране, пройдет с размахом. Так изменится цветовое оформление курорта. По всем районам города протянутся живые георгиевские ленты. У нас планировалось применение в цветочном исполнении конкретно георгиевские ленточки, слова 9 мая, красные звезды, орден Ленина. Это будет выполнено в цветах. Применяться будет следующий ассортимент. Это бегонии, краснолистные сорта, белые, красные, тагетисы, оранжевые, коричневые, красно-коричневые мы планируем ввести сорта, колеусы. В общей сложности на курорте будет высажено около 300 тысяч цветов. На всех главных улицах появятся баннеры с символикой 9 мая и фотографиями ветеранов-сочинцев. Дополнится новыми элементами и ночная подсветка. Планируется установка тематических конструкций со словом «Победа». Правда, до момента их монтажа отношения к такому нововведению спросят у общественности. Я сказал, что, дорогие наши жители, время пришло, когда мы будем любое значимое решение, а к значимым решениям даже разрешение на строительство многоэтажного дома в определенной части мы определили, надо обсуждать. Поэтому вот включайтесь, сделайте план обсуждения, обсудите с людьми. Советоваться с сочинцами будут и по поводу переименования Комсомольского сквера в сквер памяти. В этой зеленой зоне инициативная группа предложила установить к двум имеющимся памятникам еще один сочинцу, участнику Великой Отечественной. Эта концепция обязательно будет представлена. Первая – это на сайте, на сайте администрации города Сочи, на сайте общественной палаты. Мы обязательно сейчас продумаем и на следующей неделе проведем встречи с общественными движениями, организациями и пообсуждаем эту концепцию. Кстати, есть предложение праздновать юбилей Великой Победы два дня – 8 и 9 мая. В первый день, отдавая дань уважения врачам, которые работали во время войны в городе госпитале, планируется провести своеобразный флешмоб около памятника «Подвиг во имя жизни». На следующий день в 8 утра всех горожан будут ждать на обновленном мемориале в завокзальном районе. Традиционное возложение цветов к вечному огню. А в 10 утра, как и по всей России, предложено провести праздничное шествие по курортному проспекту. Более подробная программа празднования 9 мая станет известна за неделю до торжества.